Председатель Сената парламента Касым Жомар Токаев встретился с главой Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона Ильгамом Рагимовым, а также группой казахстанских и российских правоведов. Во время встречи доктор юридических наук презентовал свою книгу «Философия преступления и наказания», которая была переведена на многие языки мира, в том числе и казахский. Касым Жомар Токаев отметил, что этот труд крайне актуален, поскольку содержит глубокое рассуждение о мировой проблеме роста правонарушений. Председатель Сената считает, что книга будет полезна казахстанским юристам, законотворцам и политикам, которым предстоит воплощать в жизнь модернизацию судебной системы и правоохранительных органов. Подвозя итоги встречи, Токаев высказал уверенность в том, что сотрудничество ученых-правоведов Казахстана и Азербайджана будет плодотворным и последовательным, а результаты исследований станут серьезным подспорьем в работе над совершенствованием законодательства. Необходимо понимать, что максимальное снижение уровня преступности связано не только и не столько с совершенствованием законодательства и правоприменения, но и решением комплекса мировоззренческих нравственных проблем. В этой связи большой практический интерес представляет книга нашего гостя, видного ученого-правоведа Ильгама Рагимова «Философия преступления и наказания». Наказание преследует и другие цели, чтобы тому, кому назначается наказание, чтобы он исправился, чтобы это наказание было достаточным для его исправления. Но есть и другая функция, которая заключается в том, что это наказание должно быть таким, чтобы другим не повадно было. То есть оно преследует цель также общей превенции. Поэтому законодатель вот этот момент, он никак не может учитывать, потому что он принимает то или иное наказание, определяя, он никогда не может определить, ему очень трудно определить, как это повлияет вообще на все общество. Вот на эти вопросы чисто формально уголовное правовое законодательство ответа не может дать. Это только на эти вопросы мы можем суть понять всего этого, только мы можем, если подойдем с философской точки зрения.